Украинские власти доигрались Олигархи и клептократы, которые контролировали Украину в течение многих десятилетий, знают, что их бизнес-модель будет устранена. Если реформаторы с Майдана добьются успеха в 2016 году, поэтому они борются с удвоенной силой, используя все рычаги старой системы, контроль за средствами массовой информации, государственными предприятиями, депутатами Верховной Рады, судами и другими политическими механизмами. «Мы продолжаем считать, что 2016 год может и должен стать годом, когда Украина освободится от нечестивого союза грязных денег и грязной политики, который обворовывает украинцев слишком долгое время», — подчеркнула Нуланд. Она отметила, что поддержка Украины со стороны США, а также Международного валютного фонда, будет зависеть не только от изменений в органах власти и отсечения олигархов от власти, но также от проведения антикоррупционных реформ прежде всего в прокуратуре и судебной системе в целом. По ее словам, в условиях нынешней политической нестабильности ни США, ни МВФ не могут продолжать финансовую помощь Украине. В этой связи Нуланд дала четкий сигнал, что так будет продолжаться, цитируем, «пока мы не будем уверены в том, кто будет нашим партнером по ту сторону стола переговоров». Представитель Госдепа также заявила, что промедление с реформами в Украине прямо влияет на ситуацию безопасности в стране, а также на поддержание мира в регионе. Для паникеров, которые после начала вывода российских войск из Сирии начали вопить, что Запад слил Украину и отдал ее в руки Путина, Госдеп выступил с заявлением, в котором содержится напоминание для Кремля, что США продолжают отстаивать свою приверженность единой суверенной Украине. «Мы не будем признавать силовое изменение границ в 21 веке. Санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока оккупация продолжается. Мы вновь призываем Россию прекратить оккупацию и вернуть Крым Украине», сказано в сообщении. В Госдепартаменте США также подтвердили, что не признают псевдореферендум, проведенный 16 марта 2014 года и попыток аннексировать Крым, что является нарушением международного права. Неутешительным для путинской братьи сообщением стало заявление сына главного идеолога внешней политики США, Збигнева-Бжезинского, Яна Бжезинского. Действующие санкции в отношении России он назвал недостаточными, чтобы заставить Путина прекратить агрессию против Украины. Поэтому Запад должен не продлевать, а вводить дополнительное ограничение против целых секторов российской экономики. Это заявление он сделал во вторник, 15 марта 2016 года, во время слушаний в Сенате США. Ян является старшим научным сотрудником влиятельного аналитического центра «Атлантический совет». Вместо обсуждения о целесообразности продления санкций против России, Запад должен перейти к усилению этих действий от точечных санкций, направленных против конкретных российских граждан и организаций, к более широким и всеобъемлющим секторальным санкциям против российских финансовых и энергетических секторов. Он пояснил, что действующие экономические ограничения против РФ не достигли желаемого результата, ведь после двух лет Москва так и не сняла оккупацию Крыма и части Восточной Украины. По его словам, Кремль фактически использовал это время для того, чтобы усилить контроль над оккупированными регионами и укрепить свои принудительные рычаги против Украины и других стран, в том числе Грузии и Молдовы. Одним из наиболее уязвимых направлений, где новые санкции будут наиболее чувствительными для Кремля, эксперт назвал российскую нефтеперерабатывающую промышленность. В то время как Россия является главным производителем нефти, ее нефтеперерабатывающие мощности устарели и зависят от Запада и США. Кроме этого, Бжезинский отметил, что стратегия помощи Украине должна интегрировать ряд других немедленных и долгосрочных инициатив. Они должны быть направлены в том числе на укрепление потенциала самообороны Украины, помощь в проведении реформ политических и экономических институтов в Украине, а также интегрировать страну в евроатлантическое сообщество. Известный украинский блогер Олег Пономарь, в свою очередь, напомнил сторонникам зрады предательства, за что воюют на востоке страны защитники Украины и как их героизм нарушил планы Кремля. Первоначально войной на Донбассе путинская власть преследовала три стратегические цели. Первое. Создание Новороссии из шести-восьми областей Украины. Это то, что Путин говорил Бушу, если Украина выйдет из российской зоны влияния, то без Крыма и всего Юго-Востока. Напомню, что это ведь, пользуясь терминологией еще царских времен, это Новороссия. И вот этот вот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы Украину в 20-е годы советским правительствам. Зачем они это сделали? Бог их знает. Вторая цель. Федерализация Украины с наделением права вета на внешнеполитический военный вектор страны каждой области. Я считаю, что все регионы Украины должны стать народными республиками и объявить о независимости. Потом должен пройти референдум о том, независимые республики остаются в составе Украины или независимые республики выходят из состава Украины. Это единственный план, единственный мирный план, неутопичный по разделу территории Украины. Я говорю об этом открыто, мне бояться нечего. Третья цель. Гарантия вне блокового статуса или невступления в НАТО Украины. Как мы знаем и видим по риторике России и потому, что эти вещи больше ею не выдвигаются, ни одна из целей путинским режимом не достигнута. То есть Украина и Запад смогли уменьшить в сотни раз масштаб целей агрессора, сведя их до технических и до сохранения лица. Далее. Мы имеем еще две украинские цели, для реализации которых нужно было выиграть время и которые технически вылились в Минские соглашения. Эти цели заключаются в следующем. Создать при помощи НАТО новую украинскую армию, а также дать время тому, чтобы пять американских и три европейских санкционных пакета начали приносить результаты, а именно ослаблять кремлевскую власть экономически и военно, что позволит Украине выйти из российской зоны влияния. Вот за эти пять вещей и воевали, и воюют украинские герои. А волонтеры и те, кто поддерживает морально или материально, им чем могут, тем помогают. Исходя из вышеизложенного, кремлевские власти крупно проиграли в Украине. Хотя нужно еще какое-то время и на возврат Крыма, и на все остальное. И как бы их пропагандистская машина и украинские полезные идиоты, агенты влияния, многие СМИ не убеждали украинцев в том, что их победа – это их поражение, Сухие факты говорят об обратном. Нельзя также забывать, что Украина подверглась агрессии. И это был выбор не украинцев. Но они выжали и выжимают, учитывая все объективные факторы максимум. Поэтому Украина выстоит благодаря стремлению народа и всем тем, кто поддерживает украинцев в этот труднейший период становления украинской государственности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok